Доброе утро, я благодарен вам за то, что вы нашли возможность и время принять участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Конечно, в последнее время Одессу просто сотрясают беспрецедентные события, информационных поводов, я понимаю, более чем достаточно, но вместе с тем, как мне кажется, та тема, обсудить, которую мы сегодня все собрались, она не менее важна. А собрались мы обсудить последствия, вернее, наши ожидания от возможного подписания соглашения с Европейским Союзом и максимально постараемся обсудить, что же несет это соглашение для Одесского власти. Я подчеркиваю, что перед нами сегодня не стоит задачи кого-то сагитировать за или против, а стоит прежде всего задача максимально объективно, конструктивно и здраво поговорить о том, вот соглашение будет подписано раньше или позже, может не будет подписано, но если оно все-таки будет подписано, то что же нас всех ждет? Кто от этого выиграет, кто проиграет, какие отрасли экономики будут развиваться, каким наоборот придется бороться за выживание. И для того, чтобы максимально объективно обсудить этот вопрос, мы пригласили сегодня вот этот круг уважаемых экспертов. У нас присутствуют эксперты как Киевский в лице Виктора Гречина, научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций из города Киева. Также у нас присутствуют всем известные эксперты в области экономики, политики, и общественные деятели, представители политических партий. А мы приглашали, кроме перечисленных мною экспертов, представителей органов государственной власти, поскольку как же, кому ж как не им играть первую скрипку после подписания ассоциации соглашения. Но большинство из представителей органов государственной власти под разными предлогами отказались принять участие. То есть мы приглашали и департамент экономического развития и торговли, облгосадминистрация, там все очень заняты. И агропромышленный департамент, ну там как бы их два человека. Департамент евроинтеграции тоже не смог принять участие. Таможня как-то уехала в командировку. И вот единственный представитель государственной структуры, это у нас от государственного предприятия Одесский стандарт метрологии, кто нашел и время, и возможность, и смелость, и мужество в себе принять участие в нашем мероприятии. Хотя непонятно, чего опасались чиновники, ведь мы ни от кого не требовали никаких позиций. Просто нам был интересен взгляд непосредственно их, с их профессиональной отраслевой точки зрения, на те нормы, которые заложены у нас в соглашении об ассоциации. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что наша сегодняшняя встреча, это не какая-то отдельно взятая, оторванная от общего контекста местная детская инициатива. Это подобные обсуждения, они проходят под эгидой консорциума национальных и региональных организаций в большинстве областей Украины. Вот Виктор вчера и позавчера участвовал в аналогичных обсуждениях в Херсоне, в Николаеве. На следующей неделе его еще ждет в Луганске и Днепропетровск. То есть, поэтому главная задача, которую мы перед собой ставим, как я уже говорил, это просто максимально профессионально и с акцентом на региональный именно уровень обсудить действительно последствия ассоциации. Потому что сегодня все сосредоточились на каких-то мифах, стереотипах, однополых браках или наоборот славянском братстве и единстве. Когда ассоциация будет подписана, если это случится, это же все отойдет на второй план, если не на десятый, и нам придется иметь дело с конкретными, абсолютно прикладными, записанными соглашениями нормы. Регламент нашей работы сегодня следующий. Сначала мы ознакомимся с презентацией Виктора Гречина, и затем я передам слово нашим региональным экспертам, для того, чтобы они могли, как прорефлексировать на тему, на тот материал, который представит Виктор, как и, в принципе, сделать какой-то самостоятельный абсолютно доклад, представить свое видение того, что же несет соглашение об ассоциации для Одесской области. На этом спасибо вам за внимание. Передаю слово Виктору. Дякую, Анатолия. Шановне панство, я думаю, ви не будете проти, если я буду говорить українською мовою. Мне очень приятно всегда приезжать в Одессу. Это, возможно, я моим любимым городом в Украине. Я всегда, как-то скажет, отдыхаю здесь дешево, и мне очень приятно сегодня тут говорить. Вы матимете возможность где-то онлайн, или скачать, или, возможно, вам дадут в электронном выводе презентацию. Воно достаточно великое, а в регламенте достаточно жестко обмежене. Кроме того, Анатолий сказал, что есть еще более жестко обмежене, чем я ожидал, поэтому я буду пытаться говорить швидко. Но в своей презентации я расскажу про загальні экономические наследства, подписание угодов по ассоциации для Украины в целом, и потом, наприкінцы, мы поговорим про региональный вимир. Ну, структура доповедей, как я сказал, я поделил на так звані три вимири. Первый вимир, он грустится на положениях четвертого раздела угодов по ассоциации относительно отворения поглибленной и всеосяжной зоной вільной торговли. Другой вимир, он относится співпраци Украины и ЕСУ в різноманитных сферах. Там очень широкий спектр галузей. Я расскажу лишь про три или четыре из них, а решта вы матимете возможность бачить демонстрационный слайд, там будут вынесены все эти галузи, если будут интересы, будет час, то мы сможем поговорить конкретно про что-то другое. Ну и, наконец, региональный вимир. Отечина, конечно, я не експертом у этой галузи, я бы присвятил достаточно много времени. Я думаю, что мы разом подискутуемо и дойдем к более глубоким висновкам. Загальний огляд, ну, те, что относится угодно про асоциацию, загальна информация, угодно про асоциацию действует достаточно великим грунтовным документом, это больше двух тысяч сторинок англійського текста. И сейчас у Вильнюси на саммите, возможно, отбудется подписание, но технично после подписания должна быть также ратификация, и важным является то, что ратификация действуется этими странами-членами Европейского Союза, но в то время как подписание лишь одним представительским органом. Это может быть достаточно затягнуто в час. Но важным моментом является то, что основная экономическая часть, большинство положений угодно про асоциацию, они могут быть введены в дие уже сразу после подписания. Это норма про так называемое предусмотрение. Это больше 80% экономических положений угодно. Это изменится, просто демонстрирует широту охопления угодно. Четвертый и пятый, как я сказал, четвертый, то еще я буду рассказывать, на этом грунтуются отворение поглибленных социальной зоны вильной торговли, и на пятом разделе грунтуются широкая співпрация Украины и ЕС в разных областях. Вы видите, даже река Дунаи. Ну и отже, загальный огляд. Я же говорю, я буду пролистывать, потому что в часе обмежений. Отже, утворение поглибленной и социальной зоны вильной торговли. Ну, фактически можно сказать, что это базовая, основная часть угодов про асоциацию и базис. И в основе утворения зоны вильной торговли, звичайно, лежит обопільное снижение митных ставок, как Украину, так и ЕС. Причем важливым является то, что Украина снижает свои митные ставки более повильными темпами, чем ЕС, и до более высокого, остаточного, среднезваженного рейня, чем ЕС. Таким чином можно сказать, что Украина мает певную пророгативу в сравнении с Краинами ЕС, оскільки ее внутренний рынок будет защищен в большей мере, чем рынок Краин ЕС. Есть свои особенности. На наступных слайдах я вам продемонстую графики, я их побудовал окременно для промисловостей. И там инший график побудований с врахованием агропромислового сектора, там среднезваженная митная ставка по секторам. И в чём есть эта самая особенность, что в сфере сельско-господарственной продукции, экспорта Украины сельско-господарственной продукции есть система квот. В чём она полягает? И суть в том, что в межах квот Украина экспортует свою продукцию за нулювую митную ставку, то есть фактически безмитную, а в случае перевищения квоти экспорта покладается митом. Причем там есть прогрессивная система, чем больше есть перевищение, тем больше, соответственно, есть митная ставка. И оскольки Украина мает тенденцию до перевищения своих митных, вибачте, своих квот з року в рік, то наслідком есть те, что среднезваженная ставка она перебувает на достаточно высоком уровне. Это то, что касается митных тарифов, как я сказал, база утворения зони вільной торговли. Ну а також, окрім снижения митных тарифов, а вопильного снижения, водопросоциація предпочитает скасование також усилияких других захисных заходов, таких как экспортные субсидии, экспортные миты, дотации предприятий, и так далее. Ну, экспортные субсидии, Украина не застосовала, их застосовывает Европейский Союз, это больше для своих сельско-господарских экспортеров. Украина застосовала, навпаки, экспортные миты. Сенс их поляга в том, что мы там обкладывали самым экспортеры национальные, там, что больше, это касается экспортеров оливейной продукции. Все эти защитные заходы будут скасованы. То есть основная идея это максимальная либерализация, снижение ведных ставок, снижение защитных заходов. Лише в некоторых сферах еще предпочені там возможности для застосования певных защитных заходов, я про это сейчас коротко скажу. Ви бачите, это графики, про которые я говорю, ви бачите, что основная динамика снижения припадает на первый год. И вы бачите, что модные ставки Украины позначены на этот червяный график, и оскольки он выше перебывает, то, соответственно, это среднезважный ревень, выше, и Украина, соответственно, находится в более вигитном установке, как я говорю. И вот, вы бачите, это побудовано для агропромисловой продукции, но, снова же таки, это демонстрирует, что я сказал, оскольки Украина имеет тенденцию до перевищения квот, то среднезважная ставка, вона, соответственно, иде вгору. Про те, что, кроме обопільного скасувания, обопільного снижения аж до скасувания, там скасувания будут больше, чем 95% митей, Украину и ЕС мают быть скасованные таки же захисные заходы, и очень важным моментом есть техническое узгоджение. Узгоджение технических регламентов Украины и ЕС. Цей момент очень широко дискутированный, и он, фактически, является таким нареженным, можно сказать, камнем. Угода про асоциацию очень важная. Сейчас наш институт пишет подручник для держслужбовцев о технических регламентах. Технические барьеры торговли, санитарные и фитосанитарные заходы. Основная идея поляга в том, что в Украине на данный момент дает система стандартов, это еще спадок из гражданских частей, система держстандартов этих гостей в русском языке и так далее. В Европейском Союзе так же наявная система стандартов, там есть три стандартные творящие европейские Международная стандартная организация ИСО. Все мы про это знаем, но стандарты в Европейском Союзе не обовязковыми, но рекомендованными, то есть отриманная рекомендованная. То есть частое предприятия, которые не отримаются стандартами, они обязаны довести свою соответствующую базовым требованиям щодо безопасности продукции, тем самым техническим регламентом ТБТСФЗ. Там есть разные системы доведения соответствующей, как правило, предприятия просто декларируют соответствующие, потом там дает система переверки. Но идея в том, что абсолютно все производители должны обеспечить соответствующие требованиям. Они очень загальными, там даже положения про технические барьеры в торговле, про санитарные и фитосанитарные заходы, есть такая вказка, что они должны быть максимально лаконичными и не ускладывать или не вказывать какие-то требованиям, если они не необходимы. Но все равно все эти требованиям должны быть отриваться. Для их запроведения, для их дотримания предприятиям могут быть витребованы высокие финансовые затраты. Это прикликом подписания угоди про асоциацию. Я трошки детально остановился на этих технических барьерах в торговле, потом там будут еще інші слайди попереду. Вы там можете увидеть видеть визначение. Я говорил, что некоторые регулированы особенно окремо регулированы в угодах про асоциацию. Это політика продажи живого одягу, автомобиля водяной промисловости. Кроме того, вы видите, предусмотрены защитные заходы в певных сферах щодо продажи шкільной продукции, линги культуры и так далее. Політика щодо продажи живого одягу, она отобразится на найбеднейших просторах населення. Вартість вживаного одягу зросте особливо в перші роки в представлении угоди по асоциации. В принципе, ця політика передбачає загальний підхід ЄС щодо вживаного одягу. Там и до широкого визначения вживаних речей на власной территории будучи своих торговельных партнеров. Щодо захисту автомобилебудивной продукции Украина матиме можливість впродовж 2014 років застосовувати захисні заходи. В угоді це прописано, що матиме можливість застосовувати в випадку настання певних умов, в випадку перевищення певного обсягу імпорту європейськими автомобілями. Я думаю, що Україна все-таки користатиме цієї можливості і ці захисні заходи будуть запроваджувані. Це, звичайно, має такий різноплановий наслідок. Знову поки це добре, що там не будуть звільнені певні працівники автомобілить в будівної галузі, захист буде в більшій мірі захищений. А звичайно, це не сприятує конкурентності, не сприятує зниженню цін. Тобто, з цієї сторони, звичайно, це негативно. Політика, що довживно, одягу я про це сказав коротко. І ось я повертаюся про те, що я сказав на початку, гаранізація у сфері технічних стандартів. Ви бачите визначення в понятті технічних регламентів technical regulations з угоди про технічні бар'єри торгівлі світової організації торгівлі. Ви бачите визначення санітарних або фітосанітарних заходів. Я його тут трохи скоротив. Фактично, це є одним і те самим, але санітарні фітосанітарні заходи, вони стосуються ви бачите захисту життя, здоров'я, тварин, рослин, людей і так далі. Тобто, так би мовити, всього живого. Але базова ідея цих технічних регламентів, як ТБТ, СВЗ, є забезпечення безпеки, безпеки продукцією через певні вимоги щодо продукції або щодо процесів виробництва. І от з усіми вимогами мають діти згодові, всі українські виробники. Чому це важливо? Тому що це досить таки суттєвим викликом, оскільки, як я сказав, це вимога є обов'язково і з цим треба буде працювати, треба буде затрачати фінансові якісь ресурси і так далі. Ну, а з іншого боку, звичайно, це забезпечить більший рівень якості продукції, більшу довіру споживача і більшу впевність споживача у якості, безпечності продукції. Звичайно, це є позитивно. Переваги можливості викликає ризики, ви маєте виробники, дійшовши відповідності з цими технічними регламентами Європейського Союзу, вони також автоматично отримують доступ на більшість розвинених ринків, таких як там Вівденної Кореї, Японії і так далі, оскільки між Європейськими Союзами більшість розвинених країн існують угоди про взаємне визнання цих технічних регламентів, взаємне визнання відповідності. Також утворення поглибної та всеосяжної зони вільній торгівлі наголошує на гармонізації законодавства в деяких інших галузях, це, зокрема, сфера інтелектуальної власності. Важливий момент в Україні інтелектуальної власності дотримання не найкращим чином і велика робота передбачена. Я, що пригламент якось зберігав, не буду довго про це розповідати, але ви маєте можливість прочитати, звичайно. Це і дуже дискутовано і часто зараз в прикладах наводиться у менше інтелектуальна власність, яка несе собі якісь географічні зазначення, такі як там шампанське, пармезан і так далі, вона має бути приведена до відповідності з європейськими вимогами, зокрема, там, звісно, там, шампанського через певний час не буде в Україні, там, адаптаційний період передбачений 10 років і ці всі товари, вони мають бути перейменовані. Але, звичайно, ця гармонізація має ті позитивні моменти, що носії інтелектуальної власності, якісь виробники, розробники, вони будуть більшою мірою захищені, звичайно, це сприятиме певним розробкам, пошукам і у цій спері. Засправлення підприємства, торгівля послугами, якщо дуже коротко, то ввода про асоціацію передбачає для європейських агентів режим не меншого сприяння на території України, ніж для українських виробників, тобто українські підприємці матимуть відкривати підприємство так само легко, бо там мати той самий режим здійснення фінансових операцій, що й українські агенти. Ну і, звичайно, є зворотня теза, що українські агенти мають так само знаходити режим не меншого сприяння на європейській території, ніж європейські агенти. Як європейські агенти, припрощую. Державні закупівлі. Цікавий момент, я одразу звертаю увагу, наприклад, там внизу слайду. Основна ідея державних закупівель, ну, звичайно, це більша прозорість, більше якась децентралізація і так далі. Це загальний момент фактично така база для більшості положень в моменті вгоди. Але що є важливим, що в кінцевому підсумку Україна і ЄС мають отримати спільний доступ до ринку, де державні закупівель, до тендерів одне одного. І, звичайно, це може мати досить такі цікаві наслідки, оскільки, коли ми говоримо про якісь державні роботи, ну, найкращий, як на мене, приклад, це будівництво доріг, то можна говорити про різні стратегії, там, як їх розбудувати, зрештою, зокрема, в українських регірах всі доходять до того, що будь-який гарний інвестиційний план розбивається там про корупцію чи непрозорість і так далі. Оце механізм спільного доступу, він може надати можливість подолання цієї проблеми і забезпечення більшої прозорості, меншої корупції і більшої ефективності в цій сфері. І так само, я наголошую, дуже важливий момент, це співпраця в сфері сталого розвитку, критиками підписання угоди про асоціацію, він часто наводиться як один з таких найболючіших моментів, зокрема, там, Академік Гейс, часто там була конференція в Києві, він там приводив, наводив цифри щодо витрат на душу населення, які там несловізні, там, країни Євросоюзу, які нещодавно вступили. Там цифри були, там, в районі, там, п'ятсот, шість сотну, щось таке, долари. Звичайно, витрати є, це дуже таки серйозним викликом, але, як на мене, не є зовсім коректним переносити ці витрати на душу населення, оскільки вони лягають саме на підприємства, це будуть конкретні втраті відприємства, і, звичайно, для підприємств це може бути викликом, особливо, там, для великих підприємств, які, зокрема, є і в Одеській області, викликом дійти відповідності з цими досить жорсткими вимогами щодо екологічного законодавства. Але, знову ж таки, очевидною перевагою є те, що було забезпечено більший рівень якість життя, тобто, краще забезпечення захисту здоров'я, тривалість віку і так далі, усі суміжні наслідки, які з цим пов'язують. Ви бачите, тут намалював графік, це кількість нормативних акцій, які мають бути гармонізовані в різних сферах, і, в першу, що довкілля, воно передбачає найвищий рівень гармонізації, 83 законодавчі акти мають бути гармонізовані. І на цьому графіку ви бачите динаміку гармонізації законодавчих актів, ці графіки побудовані для років, починаючи з підписання Годи про соціацію, тобто, якщо ми, мовно, беремо нульовий рік, перший, другий, третій, і ви бачите, що найбільший рівень припадає на третій рік, найбільший обсяг роботи має бути здійснений цей рік. І це, я думаю, буде таким непростим роком, оскільки в перші роки будуть здійснювання основні зобов'язання України щодо свого членства, щодо свого асоціативного членства з ЄС. І якісь позитивні наслідки, можливо, ще не будуть повною мірою відчутні. Тобто, це будуть такі роки роботи, роки здійснення зобов'язань, і не той саме час, можливо, якісь там противники, чи внутрішні, чи зовнішні сили, які були проти підписання ОДП-соціації, вони будуть робити спроби скористатися цією ситуацією, якось її дестабілізувати. Ну, це моя така думка. Торгівля енергоносіями, я не буду на цьому зупинятись, ви бачите там внизу примітка, в принципі це не є чимось принципово новим, що відображено саме в ОДП-соціації, оскільки більшість положень, вони дублюють зобов'язання Україні, яке вона взяла на себе в рамках свого членства в енергетичному співтеористві. Ну, але основні моменти – це більша прозорість, прозорість щодо транзиту газу, полегшення доступу, такий спільний енергетичний ринок, можливість спільної розвідки, добутку енергоносів, взагалі родовищ на території, при чому закріплюється суверенітет країн, як України, так і Європейського Союзу, щодо родовищ на власній території. Політика щодо конкуренції, так само, в принципі, більшої прозорості, більшої децентралізації. В чому є виклик? В тому, що вертикально інтегровані монополії енергетичного сектору, вони мають бути розформовані, приписамого до просоціації, звичайно, швидше за все, вертикально інтегровані монополії будуть чинити спротив, і це є досить таки серйозним випадком. Оцей самий там «Нафтогаз». Дякую. Другий вимір – секторальна співпраця і зближення України і ЄС. Я вам говорив, що сфери співпраці є досить таки широкими, є різні області співпраці, я зупинюся фактично лише на декілька, але потім я зроблю такий демонстраційний слайд, і ми, якщо буде таке бажання, зможемо з вами подискутувати. Але скажу лише, що якщо читати текст «Сгоди про асоціацію», специфіка усіх цих положень в тому, що вони закріплюють якісь тільки загальні моменти, декларації щодо співпраці, щодо спільних інформаційних і так далі проєктів, тобто якоїсь такої дуже визначеної конкретики нема. Ця конкретика вже потім має формуватись у складі якихось комісій, груп і так далі. Але практика здійснення політики ЄС вона свідчить про те, що це досить такі конкретні заходи, і вони здійснюються. Співпраця в сфері громадського здоров'я регулюється п'ятим розділом, вона передбачає перенесення якихось європейських стандартів, в принципі, на українські терени. Звичайно, це сприятиме покращенню якості надання послуг в Україні, але з іншого боку може мати той негативний наслідок, що, можливо, підвищиться якість надання медицинських послуг. Знову ж таки, як я сказав, вибачте, будь ласка, вартість. Підвищиться вартість надання послуг, але це не є однозначним, оскільки ми не знаємо, як будуть там переспіділені державні трансферти і інші виплати. Розвиток підприємства так само, сприяльне розвитку підприємства, це є у тренді з розвитком сільських територій, що буде на наступному слайді, передбачає спільні проєкти, якісь перенесення інформаційного досвіду на українські терени і так далі. Бачите розвиток сільських територій, я провистую. Співпраця в сфері транспорту, передбачає співпрацю в сфері дорожнього, транспорту автодоріг, так і в сфері залізничного, морського транспорту річкового, це особливо важливим для Одещини, як такого транспортного, можна сказати, Центру України морських водіт, називають Одещином, а співпраця в сфері наземного транспорту, автомобільного, вона передбачає полегшення транзиту, як пасажирського, так і як експертажу, перевезення між Україною, і я зі сприятами більш легкому перетину кордону, більш легкому транспорту. Ну, от, як я сказав, інші сфери, я не знаю, як там по регламенту, мені здається, що я досить навіть добре встигаю, ви бачите, що я згадав фактично там про три, чи про чотири сфери, а сфера співпраця, вона є досить таки широкою. І я витував цю презентацію загальну, треба було там збільшити, ви бачите, яка дона, вона така дуже маленьким шрифтом, але насправді цей момент, можна сказати, що він, ну, практично, там, може, на 80-90% виписаний для Одещини, як на мене, і один з таких пунктів, який, може, стосується конкретно Донецького регіону, оскільки тут є Гирзла, там цей Дунальський заповідник, і є зацікавленою розвитку території. Я перепрошую, я правильно зрозумів, що розмір шрифта на попередньому слайді, він був пропорційний у вазі, який приділено в угоді, в тій чи іншій галузі, чи це немає значення? Ні, це немає абсолютно значення, це був громбовний вибір, тобто, я дякую за запитання, так, я це підкреслюю, що розмір шрифта не пропорційний у вазі, тобто, це було просто якось так зроблено, звичайно, спорт і фізична культура, вони не є менш важливими, ніж космос, тобто, ну, це так, дякую. Одещина, я прошу не струдити строго щодо регіонального вибіру, я думаю, що шановні гості також щось тут більш ґрунтовно скажуть, ви бачите вихідні умови, ну, звичайно, Одеса є дуже своєрідним, дуже таким розвинним регіоном, зі своєю багатою історією, тут є дуже розвинений підприємницький сектор, тут є дуже розвинений, це можна сказати, як такий країна в країні, дуже значний науковий, технічний, інноваційний, інвестиційний, інші потенціали, це є дуже важливо. З іншого боку, так само, туристичний і рекреаційний потенціали, це, зокрема, зумовлено виходом до моря, хорошими пляжами і так далі. Це все зумовлює можливості для реалізації спільних международних проєктів, зоруношної економічної діяльності і так далі. Останній пункт, він такий, звичайно, трохи гумористичний, але, як на мене, він є принципово важливим. Пан Анатолій якоюсь мірою тільки що підтвердив своїм запитанням щодо розміру шрифтів цей пункт. Ви не жартували, але особливість одеського гумору є в тому, що навіть не жартуючи ви якийось мірою, викриваєте якісь такі межові аспекти життя, і в цьому є вумер, як на мене. Негативні фактори, на жаль, в області дуже слабо дотримані права власності, розведено рейдерство, так само є низьким рівень відкритості влади, ефективності регіональної влади. Я підкреслюю, що ці результати, вони отримані згідно дослідження «Інвестиційна привабливість регіонів». Це проводив наш інститут у співпраців з Київським міжнародним інститутом соціології, і воно отримано на базі анкетування підприємців різних регіонів, тобто була зроблена статистична вибірка, анкетування і так далі. На жаль, Одеса, вона там займає, ви бачите, 27 місця це взагалі останнє, там бралось 25 областей України, там плюс Київ, Севастополь, Одесьа, на жаль, за критеріям дотримання правовласності останнє місце займає. Ну і це є викликом, і, звичайно, коли будуть реалізовані положення водопросоціації, то ці негативні моменти треба буде долати. Розподіл зайнятих по секторах, ви бачите, дуже великою сферу займають послуги. І цей графік цікавий, ви бачите, що після кризового року, коли примінивозаємні інвестиції в цілому Україні почали падати, то Україна, вибачте, Одеса, вона ось вже почала таке вертикальне сходження, раніше, ніж Україна в цілому. Я там дивився до різних областей, але це, насправді, етика не типова. Одеса фактично становить одне з виключень, одне з небагатьох виключень. Структура промислової продукції, так само ви можете бачити. Я ще не згадав хімічно-нафтохімічну промисловість, яка в Одеському регіоні діє. Ну і цікаві особливості регіону. Як я про річку Дунай, я вже згадував, коли ми на слайді про неї говорили, це передбачено угодою про асоціацію, співпраця щодо ріки Дунай. Також співні перерізі з проєкта в сфері туризму, там, і також можуть мати місце. Місто Вилково, відома Одеська-Венеція, я шукав в інтернеті, на жаль, дуже зараз воно на такому сумному стані знаходиться. І хоча дійсно можуть бути там якісь гарні забезпечені краєвиди і щось красиве, але, на жаль, відсутність інфраструктури, відсутність якихось фінансових надходжень не сприяє туристичному потоку. Фактично там туристичний поток відсутній. Можливі наслідки підписання угоди для регіону. Звичайно, презентація, яку я представив, вона є загальною для України, загальною є особливостю в цілому, але Одеса, як такий дуже колоритний регіон, звичайно, має свої особливості. Це особливості, зумовлені виходом до моря, статусом таких головних морських воріт України. І цими самими великими інвестиційними, там, науково-дослідницькими можливостями, про які я згадував. Ну, і от якщо говорити конкретно, звичайно, це як в цілому, по Україні, положення угоди про асоціацію, вони самі у собі насуть необхідність забезпечення більш прозорих і конкурентних умов в цілому економіці. Але, з іншого боку, тут йдуть так в переміжку. Тут не так, що позитивні і негативні, а тут просто так в переміжку факти. Буде необхідність здійснення модернізації виробництва. Ну, зокрема, я не зупинявся детально на співпраці з сфері енергетики, але там є одне з положень, що мають бути відмінені, скасовані державні дотації підприємствам, які закуповують енергоносії, там, зокрема, газ, державні дотації для зниження, для підприємстві енергоносії. Звичайно, підприємствам буде жорстка необхідність знижувати енергоємність своїх процесів, підвищувати енергоефективність, переходжувати якісь більш ефективні методи. Також дуже гостро поставлю необхідність модернізувати виробництво, здійснювати інвестиції, якісь виробничі фонди, інакше просто в нових умовах, в нових конкурентних умовах, які після підписання угоди про соціальність підприємства можуть бути неконкурентними, відчути досить такі складні, великі проблеми, перепрошую. Тобто, великий обсяг роботи має бути здійснений. Ну і звичайно, також щодо підприємств, бачите там останній пункт, підприємства мають узгодити своє виробництво з екологічними вимогами Європейського Союзу, це так само вимагатиме значних фінансових вливань, але з іншого боку, це позитивно покращиться на екологічній ситуації в регіоні в цілому. Я ще раз повторюю, наголошено в тому, що необхідно буде також здійснювати певні перетворення на рівні місцевих громад, це і збільшення прозорості влади, забезпечення більшого дотримання прав власності і так далі. Що ще можна сказати про Одещину? Одещина як південний регіон, як агропромисловий регіон, звичайно він відчує на собі зниження митних тарифів. Аграрі, експортери аграрної продукції, я підкреслю, вони відчуються в першу чергу і найбільшою мірою, там за розрахунками нашого інституту, у порівнянні рік до року експорт аграрної продукції зросте на близько 20%. Основний ефект відчують експортери зернової продукції. Крім того, звичайно, можна навіть згадати про такі специфічні галузі, як виноробство. В Україні, на жаль, споживчий сектор щодо виноробства не є настільки розвиненим, але в тому самому я був вчора в Миколаївському регіоні, там говорили місцеві бізнесмени, місцеві представники громад, що діють угоди навіть з певними провінціями Франції щодо якихось виноробчих домовленостей, оскільки умови, грунтів, якісь погодні і так далі, вони дуже схожими. В принципі, Одещина є досить серйозний потенціал в цій сфері, щодо агропромислової продукції. Ну і звичайно, я вже не буду повторюватись, ви можете прочитати, але ми можемо розділити промисловості аграрів. Аграрії, вони, першу, відчують позитивний ефект, про те, як сказав, це збільшення експорту. З іншого боку, вони матимуть адаптуватися до нових умов. Особливо це, можливо, відчують представники середнього і малого бізнесу. Їм потрібно буде адаптуватись і, можливо, витримувати більш жорсткий рівень конкуренції, оскільки, можливо, відбудеться швидше за все агрегація ринку, прийнуть якісь великі европейські виробники і будуть умови більш жорсті, більш конкурентні. Тобто тут є, як можливості, звичайно, такі певні виклики і необхідність для адаптації. Ну, звичайно, це покращення інфраструктури різних дорожніх і так далі проєктів. Ну, і це загальні висновки, вони є в цілому для України, але так само тут можна робити певну проєкцію і на Одеський регіон. Звичайно, це вже повторюється весь час сьогодні, там, фактично, на кожному засіданні щодо якихось економічних наслідків угоди про асоціацію. Угода про асоціацію – це є лише такий дуже амбітний план дій, якась карта змін для України. І, як будь-які зміни, які необхідно впровадити, цей процес змін, він вносив у собі певні виклики, певні складнощі, певні труднощі переходу. І наскільки успішно ці зміни будуть впроваджені, залежить від наболегової праці усіх представників суспільства, там, і державного сектора, і бізнесу, просто громади. Це необхідність навчатись, необхідність зіснювати інвестиції і так далі. Дякую. Дякую, Віктор, за позитивний сценарий. Я приглашаю всіх поговорити о різних сценариях, тому що я подозриваю, що у участників нашого «Круглого стола» є різні мисля по цьому поводу, і, прежне всього, по поводу ассоційцій, влияния заглашений об ассоційцій конкретно на Дівській області. Їдинственне, що я, по можливості, прошу не сосредотачуватися на якому-то опонуванні, Віктору, а більше зробити увагу, я виражений у якого-то, якого-то собственного точки зрения, щоб ми не каналізувалися в якому-то одному направлению. Пожалуйста, хто хотел би начати? Михаил Юрьевич, може ви? Можно. Пожалуйста. Я, чесно говоря... Я, чесно говоря, смешанное, конечно, чувство, из того, что я услышав. Я, прежде всего, хочу поблагодарить Виктора Греччина. Он в ситуации выжил все, что можно, потому что он тоже определенную позицию представляет, и понятно. Тут, в общем-то, никаких претензий, Анатолий Михайлович, докладчику, быть не может. Есть проект соглашения в ассоциации, в рамках которого он ввел доклад. Ну, есть ряд таких замечаний, когда мы говорим об Одесьчине и Одессе, это две большие или четыре маленькие разницы. Вот. В том числе, когда мы говорили об одесском юморе, и подразумевая под Одещиной, ну, я себе слабо представляю юмор встрах казачьим, или Белогороднестровский, Денгаза и так далее. Вот. То есть, Одесса — это отдельная, так сказать, это отдельная тема, вот в рамках той позиции, о которой вы говорили, проблемы ассоциации и так далее. Вот. Здесь своя специфика, в Одессе есть своя специфика. Ну, вот, ваш тезис по поводу этой мчели, так сказать, по тезисам хотел бы пройтись, выгодности для сельского хозяйства, я вам хочу сказать, что это достаточно спорное утверждение, вот по какой причине. На сегодняшний день наша страна является экспортером в Европу в основном двух наименований сельхозпродукции, это кукуруза и подсолнечник. Вот. По всем остальным позициям, Европа от нас закрыта заградительными пошлинами. Вот. И тенденция пока что сохраняется именно на защиту своих рынков. Это совершенно понятная позиция. Теперь, если мы будем продолжать развивать рост объемов производства по подсолнку и кукурузе, то я думаю, что в 2028 году, когда планируется вообще ликвидация всех пошлин, проблема украинских черноземов отпадет в физическом плане. Их просто перестанут, они просто перестанут существовать. Вот. Теперь, что касается выгод, все очень красиво, все очень хорошо, но есть одна позиция, которую мы забываем, это конкурентоспособность украинской продукции. Можно установить нулевые пошлины, можно даже установить поощрительные пошлины, то есть даже добавлять, за то, что мы будем экспортировать свою замечательную продукцию в Европу. Вот. Но проблема в том, кто ее купит. А конкурентоспособность, она формируется по нескольким параметрам, болевым точкам для нашей экономики. Это прежде всего. Материалы и фонда емкость продукции, она примерно в 3-4 раза выше, чем в Европе. Это коррупционная составляющая, от которой, как я понимаю, наша власть отказываться не собирается. А у нас, чтобы вы понимали, доля коррупционных выплат в конечной стоимости продукции доходит до 40%. Вопрос задачи, как эта продукция может конкурировать с западноевропейской продукцией. И, наконец, налоги. Тем более, я посмотрел тут по табличкам, где есть характеристика «Ривень необходимой гармонизации законодательства у разных гаузер». Тут по части налогов у нас стоит всего лишь сколько податков? 4 акта. 4 акта. По конкуренции, кстати, 4 акта. Да у нас страна сегодня, экономика представляет страну, Украинская Советская Советическая Республика. Это высокомонополизированная экономика. И проблема заключается в том, чтобы провести жесткую демонополизацию с упором на средний и малый бизнес. И здесь не 4 актами обойдешься. Здесь надо ломать всю структуру экономики. Вы правильно говорили, ликвидация вертикально интегрированных, не только вертикально интегрированных монополий, и горизонтально интегрированных монополий. Другое дело, что здесь вопрос тонкий. Вспомните, с чего начинались реформы в Южной Корее. Так называемая тактика «Чеболей». Что такое «Чеболь»? «Чеболь» — это «Самсунг», «Чеболь» — это «Део». То есть на каком-то этапе они закрыли определенные сектора внешнего влияния и вырастили вот эти вертикально и горизонтально интегрированные мощные мировые монополии. Понимаете? Поэтому здесь проблема депонополизации она такая очень деликатная. С одной стороны, да, малый и средний бизнес, который именно как раз и формирует вот эту бизнес-среду. Но, с другой стороны, есть лицо государства, в котором воплощаются инновации и инвестиции. А это как раз крупный бизнес. Поэтому здесь говорить о том, что будет объявлена охота на крупных бизнесменов. Ну я утрирую, конечно, в определенном смысле. Это немножко натянутая ситуация. То есть страна должна иметь свои мощные монополии, которые будут именно представлять конкуренцию и с точки зрения России, и с точки зрения Западной Европы. Теперь вот ближайшие, так сказать, позиции Одессы, на мой взгляд именно Одессы, в аспекте ассоциаций, подписания соглашения по ассоциации. Я думаю, что для нас, вот в той ситуации, в которой мы сегодня живем, ключевыми являются два лозунга. Это занятость и экономический рост. Все остальное, инновации, инвестиции и прочее, это замечательно. Но если учесть, что сегодня доля предприятий, которые выпускают продукцию с признаками инновации, по Одессе, она, в принципе, и по Одесской области тоже там сильно цифры не отличаются, 3-4 процента, то мечтать о каком-то инновационном перевороте в ближайшие несколько лет, просто для этого нет никаких оснований. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно сосредоточиться на двух позициях. Это занятость и экономический рост. Какие страны для нас сегодня могут представлять интерес с точки зрения сотрудничества и кооперации? Это Болгария, Румыния и Греция. Прежде всего, в силу их территориальной близости. И, кроме того, скажем так, похожести социально-экономического уровня близости к нам. Понимаете? С одной стороны, они к нам близки по этим позициям. С другой стороны, они имеют входы в Европейский Союз. Чем может быть еще Одесса интересна? Кому она, точнее, может быть, интересна? Это китайские инвесторы. Китайцы спят и видят, они заходят сегодня. Вот есть в прессе, появлялась информация о том, что порядка трех миллионов гектаров сельхозземли они планируют выкупить на Украине. Это колоссальная цифра. Вот. И Одесса для них тоже интересна. Вы знаете, очень показательным является даже то консульство, которое они отстроили на Морозлевской. Представительское очень здание, серьезное, четырехэтажное, говорящее об амбициях этого государства, в частности, в нашем регионе. Для чего мы им нужны? Мы им сегодня нужны для того, чтобы здесь, ну знаете, своеобразный, как говорят летчики, аэродром подскока. То есть построить здесь промышленную базу для рывка в Западную Европу. Они экономят серьезно на логистике в таком случае, на производственных ресурсах. Потому что 16-часовой заработной платой 60-70 центов евро в час, а мы сегодня являемся по этому показателю, если не самыми бедными, то одними из беднейших стран Европы. Но с другой стороны, это наше конкурентное преимущество. Поэтому китайцы, естественно, будут этим пользоваться. С другой стороны, при всех непростых отношениях сегодня с Россией, можно было бы здесь формировать производство для экспорта продукции в Россию. И я думаю, что вот эта вот, так сказать, шумиха сейчас между выбором, а мы ее сознательно сейчас выводим за скобки дискуссии, куда в таможенный союз или в европейский, она утихнет. И вот эта политическая составляющая, она уйдет и займет место экономический интерес. Поэтому Одесса как раз интересна, с учетом, так сказать, определенной традиционной близости к России, интересна как форпост для экспортных предприятий на российский рынок. Конечно, все те позиции, о которых я говорил, их надо строить на базе индустриальных парков и по кластерному принципу. Это современный западный подход. И, собственно говоря, сегодня, если мы хотим сформировать нормальную конкурентоспособную структуру экономики, то по-другому ее нельзя делать. Только на кластерном подходе и на базе индустриальных парков. И еще один последний, я прошу прощения, что я много времени занял. Дело в том, что я в свое время прошел подготовку специально. В течение двух лет нас учили, готовили чиновников для работы в структуре Европейский Союз Украины. Нас год возили в Киев, ввели подготовку, потом нас повезли на месяц в Польшу, как государство, которое вошло в ассоциирование, вот в этот режим, который входит в Украину. И показывали, какая проблематика, как страна существует. А потом повезли в Грецию и показали, как страна существует после вступления в Европейский Союз. Вот они свежие были, год прошел. Олимпийские игры они провели и так далее. То есть это правильный подход. Они показывали не как хорошо, а какие проблемы стоят перед государством. И как они их решают. На разных стадиях подхода к Европейскому Союзу. Поэтому я абсолютно осознаю всю, как говорится, проблемность вот этого процесса ассоциированного членства. И последнее, повторяю. Это сфера, на мой взгляд, которая сегодня требует, вот даже с точки зрения позиции Европейского Союза, первостепенного внимания, это образование и культура. Вспомните, с чего начинали, так сказать, колонизаторы, колонизацию своих подземель. С образования и культуры. Они формировали элиту из местных, так сказать, национальностей, преданных себе, воспитанных в традициях метрополий. Когда сегодня они ушли, Великобритания, Португалия, Испания и так далее, то во многом эти государства оказались привязаны к метрополиям. Ну это пример немножко такой цинично-групповатый, но с другой стороны я считаю, что сегодня нужно формировать вот тот потенциал, если у ребят, который будет работать завтра. А для того, чтобы его сформировать, нужно привить им европейские ценности через систему образования, через систему культуры. То есть строить здесь школы, строить здесь вузы, которые будут вначале на базе дистанционного обучения, а потом сюда профессоры и так далее. И тогда действительно надежно, не с точки зрения политического выбора, а с точки зрения фундаментального мировоззренческого выбора, будет сформирована тяга страны к Европейскому Союзу. Сегодня этого нет. Сегодня идет политический выбор, определенное навязывание позиций. И страна сегодня, так сказать, в раскачке. Потому что мизеры отличают в процентах тех, кто выступает за ассоциацию и тех, кто выступает за восточные идеи. Мизеры. А вот если пройти через образовательно-культурный, пусть он немножко дольше будет. Это не будет месяц, день, это будет годы. Но зато это будет очень надежная привязка страны именно к европейским ценностям. Спасибо. Спасибо, Николай Игоревич. Артем Филипенко, Институт стратегических исследований. Спасибо. Ну, я, как бы не только аспекты возьму, но первое, немножко статистики, которая, наверное, позволила бы нам, ну, дает определенное представление. Да, это очень, кстати, было бы, да. Вот. Это статистика нынешнего года. Сичин-Цербург. В 2013-м. Так вот. В страны СНГ у нас экспортируется из Одесской области 22,3% всех товаров. В страны Европейского союза 21,2%. Ну, то есть увеличили 50 на 50. Ну, опять же, мы берем страны СНГ. Это достаточно большой массив. Реально это, если говорить про Томоженный союз. Здесь, безусловно, остается самым крупным потребителем наших товаров. Это Российская Федерация. Это 10,8%. То есть и Беларусь 4,5%. То есть реально, если будем говорить так, где-то 50 на 50. Фактически та же самая ситуация у нас по стране. Поэтому, как бы, и возникают все эти вопросы. Что касается, собственно говоря, опять же, импорта. Да, из стран СНГ 19,6%, а из стран ЕС 16,4%. То есть, в принципе, на самом деле тоже нет такого большого, скажем, огромного разрыва. Опять же, да, один из основных, но, тем не менее, самый большой экспортер у нас Китай. То есть импортер товаров у нас Китай. И с этим и Китай, и Турция, да, и Российская Федерация. Это, так, это то, что касается, собственно говоря, статистики. Теперь касательно ассоциаций. Ну, если мы, по большому счету, я так думаю, что еще достаточно большой процент, где не только, скажем, не знаком само соглашение на ассоциацию, да, но и вообще к ней еще полагается большое количество дополнений, которые предполагают собой имплементацию целого ряда директив и рекламентов Европейского Союза. Вот. И директивы и рекламенты эти разные, и влияние на экономику разное. Потому что, как правило, если мы спорим о, там, ну, как всегда, там, выборе, да, таможенный союз и европейский союз, мы, как правило, берем прямые экономические выгоды, это имеется в виду, что нам, ну, как говорится, по-одесски, что мы с этого будем иметь. То есть приведет ли это к увеличению товаропротоков, приведет ли это к увеличению поступления в бюджет и тому подобное. Но при этом мы почему-то забываем о косвенных экономических преимуществах, которые нам дает, в частности, в том числе и внедрение европейских правил. Например, я могу привести, что, например, то, что касается вот такой простой момент энергетической эффективности. Мы знаем прекрасно, что наша экономика неэффективна и, в особенности, неэффективен наш жилищный сектор. Несколько директив ЕС, которые должны быть имплементированы, в том числе путем внедрения в национальное законодательство. Ну, например, директива номер 2002-91 об энергетическом функционировании зданий, которая предусматривает соответствующие определенные требования к зданиям, касаясь в вопросах энергоэффективности. Точно также директива 2006-32 про эффективность конечного потребления энергии и энергетические услуги. То есть, собственно, там точно также предполагается целый комплекс мер, поощряющих внедрение энергетических эффективных технологий. Я понимаю прекрасно, что, скажем так, говорить об этом на фоне того, что у нас вообще, мягко говоря, жилой фонд рушится, если уже говорить про Одессу, это немножко сложновато. Тем не менее, исключая того, что все-таки строительство идет и внедрение новых требований рекламы, то оно должно быть все-таки учитано и наверняка все-таки вести к улучшению ситуации, а не к ухудшению ситуации. Теперь взглянемся такого, ну, наверное, важного вопроса, это как транспорт, да, потому что о транспорте там тоже посвящено достаточно много моментов. Здесь я могу сразу же сказать, что, к сожалению, есть такой, ну, достаточно важный момент, то, что, к сожалению, между задекларированным и реализуемым у нас всегда достаточно большой разрыв. Более того, мы даже не пользуемся теми инструментами, которые у нас уже есть и которые могли бы быть использованы, в том числе, для наложения отношений со странами Европейского Союза. Ну, в качестве классического примера, который я неоднократно привожу, это имплементация и реализация Дунайской стратегии ЕС. Могу напомнить, что, в частности, это Дунайская стратегия Европейского Союза, она охватывает Украину, и она предполагает собой, во-первых, развитие водного транспорта, в частности, предполагается, что к 2020 году будет увеличен грузопоток на Дунае, на где-то до 20% от общего грузопотока Евросоюза. Это предполагает целый ряд комплексных мер, направленных на устранение узких мест на Дунае. Все это предполагает, что, в принципе, это должно быть скоординировано и разработано совместно всеми государствами Дунайского региона. И, к меньшему сожалению, Украина мало того, что, в принципе, во многом проигнорировала предыдущую работу по подготовке предложений к Дунайской стратегии, такие, в принципе, сам по себе процессы дальнейшего сотрудничества ограничены. Это показательный был во многом недавний бухаретский саммит Дунайской стратегии, который проходил в Румынии, где, собственно говоря, Украина не имела даже большого представительства, как такого, достаточно высокого. Это показывает, вообще-то, по большому счету, интерес к этому региону. Опять же, сошлюсь на мнение экспертов. Что касается транспорта, здесь чаще всего говорят о том, что внедрение новых правил, регламентов, это, в принципе, должно во многом способствовать интеграции транспортного комплекса Украины в транспортную систему Европы. Для нас это крайне важно, потому что, все-таки, Украина – это транзитное государство. И увеличение грузопотока – это, соответственно, в сегодняшних условиях, опять же, возможность повышения прибыльности, возможности повышения, как говорят, на способности экономики, возможности получения дополнительных доходов в бюджет. В частности, это же соглашение ассоциации, оно предполагает, и введение интегральных правил доступа судов порты, это и пользование инфраструктурой, и портовыми услугами. То есть, на самом деле, носит недискриминационный характер, это крайне важно для нас. Вместе с тем, будем, опять же, откровенными, в структуре грузопотока украинских портов, где-то порядка, по-моему, около трети, составляют транзитные грузы. И транзит этот – это Россия и Казахстан, ну и Белорусское раздомеченность, но в России и Казахстан. Соответственно, возникает вопрос, куда денется этот грузопоток, в случае, если Украина вступит и попишет соглашение ассоциации, есть, безусловно, определенный риск, связанный с тем, что эти грузопотоки все-таки уйдут. Ну, так вот, здесь приходится констатировать следующее. Вне зависимости от того, подпишет Украина соглашение в ассоциации или примет решение о вступлении в таможенном союзе, ну, как бы из области гипотетики. Россия сегодня проводит цели, направленную в политику, по переключению тех грузопотоков, которые идут через украинские порты на порты Черноморского побережья. В частности, реализуется проект строительства блоководного порта, там Ани, рассчитанного там, по-моему, до 100 миллионов тонн грузов. Вся общая грузовая база там, по-моему, более где-то по 450 миллионов всего Черноморского бассейна. То есть, конкуренция за грузопотоки есть, и Россия все равно проводила и будет проводить политику, направленную на то, чтобы российские грузы уходили из украинских портов на российские порты. И это во многом тоже политическое решение, и оно будет реализовываться вне зависимости от геополитического выбора Украины. Поэтому, собственно говоря, в Украине здесь в данном случае есть смысл подумать над тем, как привлечь новые грузопотоки, как повысить свой транзитный потенциал, как повысить конкурентность, способность своих портов, для того, чтобы, собственно говоря, шли в том числе и грузопотоки на Европу. Извините, опять же, вспомним всегда классический пример, над которым, ну, уже устаешь повторять, но тем не менее он есть. Пример строительства автотрассы Одессы-Рени, про которую говорили, раз говорили, два говорили, три, но тем не менее автотрассы нет. Дунайские порты морские, к сожалению, приходят в упадок, и что воно связано в том числе и со состоянием инфраструктуры. Вот, еще в одном просто маленьком моменте, который, собственно, касается Европейского Союза и отношения Европейского Союза к Украине, тем не менее, надо сказать, что Европейский Союз за последнее время принял целый ряд очень важных документов, различного рода реактив, политики и всего прочего, направленных как раз, собственно, на развитие приморских территорий. Одесский регион, извините, является, наверное, самым приморским из всех приморских регионов, потому что у нас в приморской зоне проживает порядка 60% населения. А в целом, если говорить по Украине, это 11% каждый десятый гражданин Украины живет сегодня в приморской зоне. Это, скажем так, достаточно серьезные цифры. Так вот, целый ряд документов, в частности, в 2007 году, это интегрированная морская политика. В 2013 году инициатива по морскому пространственному планированию интегрированному прибрежному управлению. Все это предполагает целый ряд мер по повышению эффективности использования приморских территорий, по экологизации, по достижению баланса междуэкономической и экологической деятельностью. Будем говорить честно, в Украине сегодня морской политики нет вообще как таковой, то есть есть отдельные ее элементы в виде разных стратегий, причем, как правило, преобладает секторальный подход, он не увязан на это все с региональными потребностями региона. Программы регионов существуют отдельно, стратегии развития их, стратегии развития портов существуют отдельно, стратегии развития рыболовства существуют отдельно. Тем не менее, сегодня Европейский Союз демонстрирует, как раз делает попытку выходить как раз на подобного рода комплексную интегрированную морскую политику. И я думаю, что нам в этом плане есть чему поучиться в Евросоюзе, в том числе и в законодательной сфере. И в таком плане, в принципе, подключение к ассоциации, подписание соглашения об ассоциации наверняка все-таки будет способствовать тому, что будем надеяться, что в Украине все-таки появится морская политика. Спасибо. Спасибо, Артем. Игорь записывался. Игорь Киселев, пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо Виктору. Действительно, скажем так, информации достаточно, чтобы было о чем поговорить. Сразу обращусь к коллегам. Николай Игоревич, с образованием уже. Давайте будем надавать себе отчет, что 80% от тех 5% элит, которые существуют в Украине, и дети обращаются за рубежом. И на сегодняшний день далеко не хотят сюда ездить. Так что вот этот, скажем так, передал потенциал... Это не для них. Я понимаю, но тем не менее. Но тем не менее, мы понимаем, что, скажем так, в каком-то приближении. Опять-таки, давайте договоримся, я буду говорить в каком-то приближении. Период, ну, второй раз первоначального накопления, то есть воровства капитала завершен. И мы понимаем, что в той или иной мере вот эти вот там ограниченное количество семей, они все равно будут удерживать базовое количество капитала. То есть порядка 70% капитала все равно будут находиться в достаточно ограниченном... в ограниченном пользовании ограниченного количества семей. К сожалению, этот процесс уже прошел и прошел в Армадске. И надо понимать, что их дети уже учатся за рубежом, и, как это ни странно, очень мало в России. Что касается в целом проблематики вступления в ЕС, действительно, Украину в любом случае ждут непростые времена. И надо отдавать себе отчеты. Тут, Николай Игоревич, опять-таки, спасибо вам. Очень толковая политика показывать проблемы, говорить о проблеме, но когда проблема проговаривается словами, это значит, что уже начинается поиск ее решения. Вместо того, чтобы говорить, где будет хорошо, где будет плохо. Это такое гадание на кофейной гуще, которое не предполагает каких-то конкретных действий. На сегодняшний день проблемы вступления в ЕС Украина может проследить, но, опять-таки, в очень большом приближении, на тех процессах, которые были у нас внутри страны. Если мы возьмем для сравнения маленький пример, да, все помнят, это введение обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств. То есть мы помним эту дикую волну, особенно тех людей, которые были менее экономически образованы, менее грамотные, они говорили, что это очередное вытаскивание денег у людей, но в результате введения этого нормального европейского института у нас отошла куча криминала, которые связаны с поставкой машин, у нас отошла очень серьезная часть коррупционной составляющей, тоже со стороны ГИИ. Да, осталось, когда они приедут на место и все остальное, но большинство этих процессов отошло. Поэтому, когда мы говорим, что при изближении с Европой, при подписании ассоциации, нас ждет переход на другие стандарты, это лукавство. Это просто движение хоть каким-то стандартом. То есть от советских ГОСТов до сегодняшнего ЕСО, европейского и подобных, Антоним у нас перепоможет, у нас произошел провал. То есть каждый раз за счет той же коррупционной составляющей вводились возможные уловки, типа ТУ или вообще производство без стандартов. В результате мы потеряли качество. Если бы мы на сегодняшний день, я имею в виду не по уровню развития общества, а по уровню, скажем так, дисциплины в промышленности, когда стояли бы из Советского Союза, перейти на стандарты, это было бы не тех, там, упаленных 160 миллиардов, о которых говорит Азаров. Это были бы копейки. Потому что сама по себе стандартизация уделена как класс. И, к большому сожалению, мы это потеряли. Все, что нам, основные вызовы, которые нам готовит Европа, я говорю об основных, это возврат понятия стандартизации, возврат к протоколу производства, к протоколу медицинского обслуживания, к протоколу образования, то есть к протоколу. И этот возврат, опять-таки, оппонирую вам, извините, Николай Игоревич, этот возврат и уберет ту самую коррупционную составляющую. Когда вы говорите о неконкурентности наших товаров за счет того, что до 40%, это в составе себестоимости, называем это взяткой, то соблюдение стандартных протоколов будет их отодвигать, потому что непрозрачное законодательство, которое позволяет сегодняшний день чиновнику давить на производство, она будет уходить тяжелым, но естественным образом. К этому всему, вот теперь я хотел перейти к родному Одесскому региону. Давайте говорить честно, что именно Одесский регион, он не в силу ментальности, а в силу сегодняшней структуры производства и сегодняшней структуры, экономической структуры в целом, чтобы не углубляться, он является одним из самых устойчивых. Именно потому, что у нас нет базовых бюджетно-образующих предприятий. Если бы мы на сегодняшний день имели такую сложную структуру, как Донецк, со всей угольной промышленностью, или наоборот, как в маленьких городах, ну не знаю, давайте возьмем Ильичок, что мы только представим, что это не порт, а допустим предприятие по производству жигулей, исключительно. Ну, исключительно, да, то есть в этом случае было бы сложнее. Одесский регион, кроме того, что это портовая региона, мы можем ждать только плюсов от ассоциации с ЕС, потому что Россия действительно будет уводить грузы на Тамане, уводит их принципиально, уводит сильно, блокирует, скажем так, появление новых транзитных линий от своих поставщиков грузов и чуть ли... Ну, опять-таки, жестко, как Россия умеет у себя внутри страны, заводит к себе грузы, а не убеждает экономически, не убеждает ценами, и этот процесс будет продолжаться. Тут Артем абсолютно с тобой согласен. Вот. Переход же вот к этой стандартизации нам позволит конкурировать с констанцией. Я имею в виду тремя портами, а не одним каким-то. То есть на сегодняшний день тенденции на повышение контейнерных перевозок и всего остального, если, конечно, мы будем сохранять экологию, сохранять все, что необходимо, ну, скажем так, не для того, чтобы сегодня не потерять штаны, а для того, чтобы оставить чистую природу детям, то для Одесского региона это только перспективы. Хотя, да, безусловно, надо отдавать себе отчет, что ближайших, ну, не знаю, 5-7 лет, то есть если хлеб останется, то от масла, возможно, придется отказаться. Но это проблема того хозяйства, которое происходило 20 последних лет. Для сравнения, ну, если, коль уже так говорит, я бы сказал, что, да, то есть, ну, мы рассматриваем, да, ассоциация с ЕС, ну, скажем, альтернатива, да, это дружба с таможенным союзом. Вот, но таможенный союз не будет ставить столь тяжелых, столь серьезных задач, но, тем не менее, это продолжение пути к экстенсивности экономики и к потере понятия стандартизации, к потере конкурентоспособности. На мой взгляд, спасибо. Спасибо, Игорь. И раз уж так затронута тема стандартов, не надо. Я, Виктор Леонидович, если можно, давайте, ну, Виктор Леонидович, вперед. Да, только, как бы, да, пожалуйста. Да, только, как бы, да, пожалуйста. Нет, дело не в этом, есть реальность. Только нажмите кнопочку. Да, я вас уверяю, что если перед чиновником будет выбор стандартов и перспективы 10-летнего Европейского Союза, я включил. А, ближе, да, да. Перспектива перед чиновником в Украинском будет стоять введение стандартов и отдалённой перспективы Европейского Союза, и его личное благополучие, иначе зачем он там сидит? Вот. Это я у вас уверяю, что выбор будет сделан, и он сделан. Понимаете? Поэтому, говорили о автоматическом искоренении коррупции с внедрением стандартов, это, ну, извините, маниловщина. Мы живём в определённых реалиях, очень жёстких и грубых. Почему я заговорил в образовательной сфере? Потому что тот эстэблишмент, который сегодня есть, ничего менять не будет, ему это просто не надо. Они прекрасно сегодня существуют, они миллиардеры. А у них сегодня предполагают им поделиться и обрубить вот эту ситуацию. Кто же поделится? Вы же посмотрите, что в стране происходит. А вот те люди, новые менеджеры, молодые, которые придут, вот они сидят, понимаете, не зашорены. Их сыновья и дочери, которые пройдут обучение европейскому образованию, европейской культуре, вот за них и будущее, вот страна, вот тогда она пойдёт. А при нынешнем эстэблишменте я очень сомневаюсь, если их только палкой не погонят. Спасибо. Спасибо. И всё-таки, что нас ждёт в сфере стандартов? Я, может, выяснил власную думку с позиции практика, який находится постійно в работе с такими элементами, как государственный стандарт, гости, которые остались на дбанях Радянского Союза, и технические регламенты. Одним из задач государства, приступить в Евросоюз, есть техническое регулирование законодательства, адаптация законодательства с европейским, и забезпечение проведения национального и международного законодательства. Хочу зацептувати увагу, что на сегодняшний день, на жаль, в харчовой продукции жодного технического регламента, такого, что законодательство, не затверджено и не регулировано, кроме технического регламента, то, что на сегодняшний день, в Европе, каждый из гостей, технических регламентов, носить рекомендованный статус. Самое так. То есть, там немае такого понятя, как сертификация взагалі. И все, что касается контроля якости продуктов, харчевания на момент тост-поживача, майже контролируется только виробником, больше никим. В нашем случае, мабуть, трошечки прозвучить банально, но можно в данном случае вспомнить фразу Караченцева из кинофильма Чопнути, когда он говорил «Джентльмен, джентльмен, не верит на слово», и тут мне пошла карта. Я не говорю, это про всех производителей. Конечно, есть добротворительные производители, но есть те, которые, на жаль, используют именно такую практику. Но и Киев, каким же чином тут же обеспечить ее? Разумейте, и то же самое, одним из умов вступа до ЕС это повная, отмена сертификации. Я же говорю, я буду говорить с позиции практики, я буду говорить с позиции люди, не мабуть, что зацикавлено в данном случае, это моя властная думка, еще раз повторю, но контроль майже будет отсутствовать. Майже отсутствовать. Окрім контролю безпечности. Окрім контролю безпечности. Є один непоганий крок держави, было подписано на КАЗ в 12-м году 590-й, який передбачав обовязковое проведение стандартов систем управления безпечностью харчевих продуктів. Это один из непоганих элементов, который фактически даёт не даёт возможность, а даёт пошту к предприятиям самостоятельно контролювати качества. Но, еще раз, повернемся до порядка практики виробників. Главное, чтобы они взяли на собі збавидума и начали с этим працювать. Это визначение всех критичных элементов, всех критичных точек на каждом этапе зародництва. Еще раз повернемся до сертификации, до момента сертификации. На сегодняшний день без контроля какого, будь-якого контроля с боку государства, мы перестаем контролювати качественные показники. У нас есть еще группа населеня, группа рисков. Это и дошкельнята, и школяри, и люди, хвориют над лишковой вагою, и масса людей, которым нужно лягивать хорчевание, где людям доводится раковать жири, углевод, люки. Что мы сьогодні имеем? У нашей колбаси, которая есть на прилавках, скажем так, волога, жир, все, что угодно, любое из качественных показников, он может колебаться от 5% до 70%. Цю информацию не проверяю, никто на сегодняшний день не проверяю. Но витягать эту информацию можно только от производителей, а производитель спокойно может сказать, что это моя интеллектуальная властность, я не могу дарить обеспечить. Моя власна думка, что Украина у нас достаточно большая государственная государственная, очень самостоятельная, очень перспективная, и нас, мабуть, все ходят, кругом ходят. Нам не нужно никуда просить совсем стильно. Тому у нас Європа, звичайно, есть много поколения, которое должно быть там, которое должно быть из Европы, которое должно быть цивилизировано, но может немного забывать о своих странах. Это почти то, что я думаю, что это родины. Но надо враховывать в первую очередь наши национальные желания. То, что будет введено в государстве. Доброе. Щиро дякую, Леонид Сакович. Пожалуйста, вы максимально про асоциацию... Я понимаю, да, но просто мне напомнило предыдущее выступающее анекдотство Йоу-Вио-Ваджо, которое никто не может поймать, потому что он нафиг никого не может. Давайте личную позицию вставить этот путь не входит никуда. Я просто хочу обратить внимание двух предыдущих выступающих Игоря и уважаемых представителей государства на то, что у нас в стране производитель заинтересован не в потребителей, а в чиновнии, которые его контролируют. Это касается всех сверхдеятельностей от банков до производителя колбасы. поэтому никому нафиг не интересует качество и банковских условий производства колбасы, потому что главное, чтобы проверяющий был доволен. Это самый важный момент. И в этом плане ЕС, которое не требует, снижает количество проверяющих, нужно памятник поставить за то, что на потребителя будет обращено внимание. во-первых, я хочу сказать, что я, как человек, который занимается журналистикой, недоволен ни ЕС, ни таможенным союзом. ЕС, в мой взгляд, крайне бюрократическая организация. Бюрократ на бюрократе сидит, бюрократом погоняет. Но, с другой стороны, таможенный союз это фикция. Она очевидна для всех, потому что Россия занимается тем, что полностью переводит производство к себе. Это связано не с ЕС, эта процедура идет достаточно давно. Те, кто знакомы по одесским заводам, знают, что одесские заводы, которые работали на Россию, резко сокращают свою номенклатуру. И уже очень давно все те вещи, которые делались в Одессе, они где-то к началу нулевых годов, они все же производятся в России. Поэтому, надежды на широкую промышленную связь с Россией это надежды людей, которые не знают реальности, что происходит. Кроме того, для России является огромнейшей проблемой новые технологии. Я думаю, что те, кто следят за российской прессой, прекрасно знают о том, что если мы выбросим сырьевой сектор России, то проблемы будут совершенно однотипные с Россией, но не столь острые, потому что у рынка российский спрос гораздо выше, поэтому существует определенная категория подприятий, работающих на этот спрос. Но украинские производители здесь нафиг не нужны. Надо сказать, что надежда на то, что таможенный союз, раньше это было СНГ, что придут российские инвестиции, которые будут делать, это все призрачные надежды, абсолютно призрачные надежды. Поэтому надеяться на... это как бы не выбор между Россией и Украиной. С другой стороны, совершенно очевидно, что главной проблемой ассоциации с Украиной является позиция господина Путина, не России, вообще, а господина Путина, который считает выбор ЕС предательством по отношению лично к нему, и, соответственно, принимает все возможные в его возможностях рычаги, чтобы наказать Украину за предательство. Ну и, кроме того, надо прекрасно понимать, что вообще вопрос о ЕС сейчас стал потому, что между российскими олигархами во главе с Путиным и Януковичем не было достигнуто соглашения. Это совершенно очевидно, что пока между ними нет соглашения, то Янукович решил как своего, как Лукашенко, ну, возможности побольше, наказать Путина и постараться, значит, договориться с ЕС. Вопрос о том, если мы говорим о практической форме вот того, что происходит сенсации с ЕС, то здесь, конечно, все очень сложно, и я хотел бы, вот, доклад, я, к сожалению, опоздал, Виктор Агричан доклад слушал не полностью, но я вот тут просмотрел, то, что здесь дается, надо прекрасно понимать, что существует в Украине огромная проблема, о которой говорил господин Шутов, за тем, что видится и тем, что реально делается. от того, что у нас появляются новые стандарты, новые декларации, новые нормы, регламенты действий, это ведь не европейцы будут контролировать, их будут контролировать наши чиновники. Соответственно, вся эта коррупционная ситуация, я не очень уверен, что это благоприятно сыграет на украинском потребителе, и на украинском рынке. Значит, единственный плюс, который я, как евроскептик, вижу, это то, что Евросоюз пока еще не достиг уровня Советского Союза, и часть деятельности, там как бы вот существует меньше ограничений, и вот это вот отсутствие ограничений в тех или иных сферах может родить определенные перспективы для Украины. Надо сказать, что вообще перспективы Украины, вообще перспективы Украины крайне негативные. И вот надо же реально стоять на месте. В сегодняшний день Украина, кроме всего прочего, у нее отсутствует интеллектуальный потенциал. Наше образование за последние 15 лет от плохого советского превратилось в такое, которое даже советские кажутся великолепным. Технический уровень инженеров наших, техников, ниже принтуса, как говорится. На сегодняшний день найти инженера на предприятие это гребаннейшая проблема. Это все знают, что связано с производством. Рабочего найти, рабочих специальностей, нормально работающего, это гигантская проблема в стране, где казалось, инженеров было столько, что уже куда-нибудь принять инженера поддерживать. Поэтому вот на сегодняшний день проблема заключается в том, что инвестиции, которые могут прийти из-за рубежа, они могут не найти здесь тех, на кого они могут быть обращены. И эта проблема на самом деле очень серьезная. То есть то главное, главный плюс ЕС это то, что мы открываем себя для того, чтобы наши бизнесы могли получить новые технологии, могли постараться получить новую возможность для жизни. И здесь есть очень большая проблема, связанная с тем, что я не очень уверен, что эти новые технологии будут, найдут для себя тех людей, которые смогут их здесь реализовать. Я хочу привести один простой пример. Российская империя в конце 19 века, в ней произошло то, что называется индустриализация. Во времена правления, по-моему, Александра II в Российскую империю пришли западные корпорации. В огромное количество начали приходить западные корпорации. Особенно это усиливалось после денежной реформы, проведенной ВИТО. И вот интересный эффект этого прихода западных корпораций, который произошел. Приходили сначала иностранные специалисты, иностранные фирмы, иностранные деньги. В течение 10-15 лет это все стали русские специалисты, русские деньги. То есть фирмы обрели здесь новое дыхание, они стали местными национальными фирмами. То есть приход капитала для страны это огромный плюс, который позволяет стране стать на ноги и двигаться вперед. К сожалению, на сегодняшний день единственное место, откуда нам могут прийти новые технологии, новые инвестиции, это Европа. Я очень скептически отношусь к китайскому варианту, потому что опыт показывает, что китайцы не ведут сюда инвестиции, они приводят сюда своих людей, которые здесь собирают свои изделия. То есть фактически они делают, они арендуют площадь на территории Украины для того, чтобы здесь никак не влияли ни на нашу структуру, ни на нашу структуру, просто произвести свою продукцию. Я не думаю, что для страны это даст какой-то особый толчок. Следующий момент, который мне кажется принципиально важным, это возможность из Европы получить, вот то, что говорил господин Шутов, возможность получить новую систему образования. Это очень бы хотелось, потому что на сегодняшний день, ну, чтобы вы себе представляли, мне кажется, что люди, которые связаны с технической вещью, не представляют себе ситуацию. Я могу привести простой пример. Я когда брал интервью у ректора паритет оставил в Балахово еще, я ему говорю, ну, а как вы получаете информацию о том, что делают новые фирмы, какую технические параметры, Симонс и так далее. Вы должны знать их не просто внешний вид, а вы должны знать технические параметры. Когда я работал конструктором, у нас стояли шкафы, забитые техническими параметрами советских приборов. а кому нужны сейчас эти советские приборы, которые не соответствуют ничему. А нету этих данных. То есть, я просто поясняю, Анатолий Петрович, я просто поясняю, дело в том, что вопрос об, скажем так, технической культуре, технической информации, о техническом образовании, на сегодняшний день является для нашей страны вопросом не животрепещущим, а вопросом вот таким вот, понимаете. то есть, ну, опять, простой пример. Я когда-то работал конструктором, с тех пор прошло 30 лет. Так вот, за 30 лет появились совершенно новые, допустим, фрезы, совершенно новые режимы работы, о которых никто вообще из студентов не знает, о которых вообще никто не имеет представления. В Одессе, когда мы хотели переиздать их, нашлось в КБ, в СКПС, одна книжка, которая там была, которую носили по рукам. В Одессе книжка, которая взяли по рукам, с режимами работы фрез. Понимаете, то есть, уровень технического оснащения, технической информации в нашей стране, он чрезвычайно низкий. А без этого надеяться на то, что мы сумеем реализовать инвестиции, это чрезвычайно оптимистично, скажем так. Ну, и заканчивая, я понимаю, что я как бы свистка внутрь. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, весь политический дискусс вокруг ассоциации СЕС высосан из пальцев. Потому что Россия действительно окажет огромное воздействие на Украину тем, что будет сокращать свои рынки. Это проблема не только Украины, это проблема Литвы. Это действительно проблема, которая существует на сегодняшний день. Политическое руководство России сделает все возможное, чтобы для Украины были проблемы. Но другого выхода просто мысль не существует. То есть, если Украина не пойдет на открытие рамок интеллектуальных, технологических с Европой, то у нас вообще перспектив никаких нет. Потому что даже на сегодняшний день сельское хозяйство наше находится в страшном положении. У нас нехватка, сумасшедшая нехватка элеваций. Нужны новые элевации. Советские элевации ничего не годятся. Они работают в три раза хуже, чем современные. Значит, нужны новые технологии. Возникают проблемы, связанные с вагонным парком. То есть, на самом деле, куда бы ни глянем, мы везде стоим перед огромным бездной технологических, технологических проблем. И здесь единственный путь их решения, на мой взгляд, совершенно очевидный, это путь ценировки в Европе. Спасибо. Спасибо, Леонид Сакович. Юрий, пожалуйста. Да. Ну, значит, что я хочу сказать. В отличие от, так сказать, я вот в аналогичной дискуссии, кто бы его ворвать участие уже достаточно давно, да, я хочу сказать, что, ну, действительно, уровень как бы подрос, да, потому что, если там по состоянию два года назад у нас это был уровень такой, что, то есть, там, европтимисты, они говорили, ну, вот наступим в Европу и у нас все будет замечательно. Вот все будет замечательно. Сейчас уже, честно, так сказать, ну, окей, там, произвели серьезные подписчики, уже все понимают. Юра, это не все говорили, не все. Ну, не все, но я говорю про дискуссию как такового. Нет, ну, мы старались приглашать людей, которые... Да, значит, я хочу, я хочу, я хочу пройтись немножечко по вот тем выводам, которые сделаны, да, очень, очень коротенько, и потом сказать то, что я хочу сказать, вот, потому что в конце было взастровано на несколько очень интересных тем. Значит, давайте пройдемся. Преимущества увеличения экспорта въезда. Не будет увеличения экспорта въезда. Его не будет по двум причинам. Для низкотехнологичных товаров, я имею в виду продукцию сельского хозяйства, сырье, продукцию металлургии, низких переделок, феррослава и так далее. То, что старает основу украинского экспорта сегодня. Изменений особых не будет, потому что по значительной части продукции импортных пошлин уже нет. По феррославу импортных пошлин в Европе нет. По углю импортных пошлин в Европе нет. Мы можем ввозить уже сегодня без пошлин, да. Что же касается продукции сельского хозяйства, да, там будет эффект от пошлин, но этот эффект будет нивелирован за счет очень узких квот, которые представляются в Украине, да. То есть по кукурузе, как уже было сказано, они называют нашим предметом экспорта. Это, я вот могу ошибаться, порядка 10% от нашего сегодняшнего экспорта упадет в плоту. Да, 10% вот наших экспортеров сегодня, они заработают на это. Те, которые, кстати, первые пересекут только из-под того, что здесь еще и коррупционная составляющая открывается. Остальные не получат никакой разницы. Значит, и так далее. То же самое можно сказать по подсолнечнику, по сахару, по алкоголю, по шоколаду. Практически, как раз я, собственно говоря, я тебе обратно в отношении на месте, если такие квоты. То есть Рошен не будет пускать в Европу? Вот как раз Рошен может быть Богом. Он уже там. Там же, понимаете, там есть очень интересный принцип в этих квотах. Там написано, что квота применяется первому, кто пришел. Вот приехала на таможню, да, вот фура с чем-то, они говорят, так, она, у нас еще квота есть, все, вытащат по квоте. А следующая приехала, там, допустим, квоту распространяется, а вам уже нет. И здесь возникнет какой интересный момент, что, понимаете, у нас же будет как? То есть есть экспортеров, да, квоты хватит на 10% из них. И получится такая ситуация. Вот кто сумел первым пройти украинскую таборту, да, чтобы добраться до европейского, он получит квоту. А кто не успел, тот нет. Вот, понимаете, поэтому здесь создаться такой вот интересный момент, но мы не знаем, как это будет, да. То есть, что же касается тех продуктов, действительно, действительно, на которые сейчас импортные пошлины есть, а потом их не будет, то здесь мы столкнемся с теми самыми проблемами, о которых мы здесь говорили, а именно коррупционные составляющие и технологические составляющие. Мы не сможем сегодня наладить в Украине производство сколь угодно высокотехнологичной продукции, сколь угодно сложное производство, которое может уже сейчас идти и конкурировать в Европу. Значит, это, что касается увеличения экспорта, я убежден, и, собственно говоря, я буду признателен, но пока я этого никогда не слежу, чтобы мне сказали, вот действительно, вот по этой товарной позиции у нас произойдет увеличение экспорта настолько, потому-то и потому-то, да. Теперь, второй пункт, приток инвестиций. Не будет никакого притока инвестиций из Европы. Украине присвоили всеми ведущим мировым рейтинговым инвестам преддефолтный суверенный кредитный рейтинг. Преддефолтный. Вот. Значит, это и фич, и мудис. Мудис там вообще, по-моему, присвоила там, то есть, следующий уже дефолт, да? Вот. Фич, значит, там чуть-чуть получится, но тем не менее, преддефолтный кредитный рейтинг с негативным прогнозом. Не будет инвестиций, тем более, что, опять же-таки, мы должны понимать, что у Европы у самой ну все не очень хорошо. В отношении инвестиций есть второй фактор. Инвестиции идут не туда, не в ту страну, где подписаны какие-то соглашения с Европой. Инвестиции идут туда, где эти инвестиции смогут покупиться. Давайте мы посмотрим, в каких странах СМО строят свои заводы европейские производители. В каких странах строят свои заводы Алистон? В какой стране строят свои заводы Алистон? В какой стране господи, надеюсь, что это крупная компания, которая бытовую технику производит? Не важно. Европейские производители в частности технологические продукции автомобильная промышленность, бытовая техника, электроника и так далее. Как ни парадоксально получается, что это не демократичная Украина, а тоталитарная путинская Россия, как они там говорят. Мы можем вот просто сейчас открыть гугл, набрать любую марку и посмотреть, есть у него завод в России, есть у него завод в Украине. В России есть, в Украине нет. Это не потому, что в России очень здорово. Это потому, что там больший рынок. И холодильник, произведенный в России, у него производится на больший рынок. С подписанием соглашений ничего не изменится. Европейцам нет смысла производить. Им нет никакого смысла производить что-то здесь, чтобы потом это обратно экспортировать в Россию. Просто потому, что производственная культура, технический рекламный уровень образования низкий здесь. Поэтому, опять-таки, инвестиции, я полагаю, что не будут. Больше уровень прозрачности. Это вопрос исключительно политической воли тех правителей и тех чиновников. У нас есть такая политическая воля. Извините, почему этого производства нет сейчас? У нас нет этой политической воли. Почему он появится после подписания соглашения? Значит, повышение безопасности продуктов. Сюда же я припишу, в общем-то, стандарты жизни, энергоэффективность, экономика и так далее. Это один, единственный вопрос. Это вопрос, опять-таки, наличия денег. Точнее, нет, не так. Это не единственный вопрос, но ключевой здесь вопрос. Это вопрос наличия денег. Для того, чтобы всего этого добиться, нужно вложить в производство серьезные деньги. Этих денег нет. Их нет в Украине, и их, по большому счету, для нас нет в Европе. Давайте я вкратце скажу. Может, у нас впечатление, что я выступаю против соглашения, ассоциации с Европой, либо, так сказать, ведения каких-то европейских партий. Нет. Как бы только, ну, наверное, там, достаточно фонатичный человек, да, может говорить о том, что Европа нам не нужна. Европа нам нужна, нам крайне необходима сегодня модернизация, нам крайне необходим сегодня импорт технологий, технологий, я подчеркну, и действительно нам и определенных европейских норм, практик, институтов, и так далее, и так далее. Нам это все очень нужно. Но, и действительно, вот то соглашение, которое мы сегодня видим, оно во многом будет этому способствовать. Но это соглашение, это очень сильно действующее лекарство. Тогда как Украина тяжело больна. Люди, которые имеют дело с медициной, часто знают, что в случае при лечении тяжело больных у врачей возникает такая проблема. Как бы так его вылечить, чтобы как бы вот это лекарство, да, оно вылечит один орган, но убьет другой, человек все равно в итоге умрет. Я убежден в том, что подписание этого соглашения сегодня является таким крайне сильнодействующим лекарством, которое будет для экономики Украины скорее губительным. Мы потеряем целый ряд конкретных предприятий. Как следствие, у нас сократится внутренний потребительский рынок, потому что просто поведет обезработица. При этом на этот самый внутренний рынок придут действительно европейские товары. При этом мы не получим существенного доступа на внешний рынок. Да, конечно, в другой экономической ситуации в Европе, в другой экономической ситуации у нас, возможно, действительно, мы бы, как много говорится, в течение первых пяти лет у нас будут проблемы, там не будет хватать на масло, а потом все будет хорошо. В течение первых пяти лет у нас будет не хватать на масло, а потом у нас перестанет хватать на хлеб в этой ситуации. Вот в той ситуации, которая есть. На мой взгляд, На мой взгляд, какие из этого должны быть выводы? Да, нам крайне необходимо внедрение европейских процедур, методов, норм. Господи, да, там, в местном самоуправлении, да, мы можем это посмотреть, но я не так давно этот вопрос, значит, обсуждаю. В налогообложении, в госзакупках, в администрировании и так далее, в образовании, в конце концов, как бы не скептично я относился к всему образованию, да, в образовании европейских. Но, да, нам нужно импортировать из Европы эти вещи, технологии, навыки, знания, специалисты, в конце концов, но для этого всего нам нужны деньги. И эти деньги нам нужно, мое глубокое убеждение, зарабатывать, сотрудничать с Россией. Я хочу, я хочу немножечко, вот, затронуть, была затронута очень интересная тема, а именно транспорт, а именно порт. Да, действительно, мы сегодня видим, что последние годы Россия уводит грузы из Украины. Да, однако, в то же время наблюдается конкурентный процесс, потому что российские компании, и мы это знаем на примере Одесского порта, активнейшим образом, не только Одесского, Южного, например, активнейшим образом вкладывают сюда деньги. Дело в том, что тот курс, который взяла Россия на вывод грузов, он обоюдовозный. В Тамане, например, я делаю то, что я очень плотно слежу за этой темой, вот, Железный Рог, там очень интересная проблема происходит, да. Там у них сейчас, они дошли до того этапа, вот, где сейчас там нужно, там, расширять, то есть, дорожную сеть, там, строить мощности. И они говорят, как бы, российское правительство говорит, ну, мы не хотим это делать за свои деньги, давайте это сделает бизнес. А бизнес, как бы, не то, что говорит, нет, мы не будем, да, но, так, очень с прохладцей к этим проектам относится по одной простой причине. А зачем у него, у этого бизнеса, у него здесь, там, в Одессе, в Южном, в Личевске, у него здесь, вложения здесь инвестиций. Существующие уже порты, тот же Новороссийск, например, Новороссийск по контейнерам затоварен, все. Ну, то есть, там надо или расширяться, расширяться не будет. Или, опять-таки, строить Железный Рог. Поэтому вот сейчас, и в течение двух-трех лет, у нас есть уникальная возможность, действительно, так или иначе, путем взаимодействия с российским бизнесом, в которой, я глубоко убежден в том, что единственная возможность для российских, для одесских портов выжить, это, там, как можно более быстро и как можно более полно продаться российским компаниям, да. Потому что противостоятельно все эти грузы уйдут в российские порты. И, действительно, в политической сфере это видится, что не надо вам решать крайне сложные проблемы Железного Рога. Не надо вам еще, может, вспомнить Анапу, да, где пытаются сейчас что-то, значит, развивать. Не нужно вам это делать. Давайте, ребята, вот есть наши порты. Мы вам обеспечим, значит, гарантии свободного транзита, гарантии того, что отсюда будет исключена политическая составляющая. Мы вам позволим сюда вкладывать деньги, и здесь эти деньги зарабатывать. Вот это то, что, на самом деле, единственное, что может спасти Одесскую, в частности, портовую отрасль. Потому что мы, ну, бессмысленно говорить о конкуренции между Одессой и Констанцией просто из логистических соображений при транзите на Европу. Но мы не можем конкурировать с портом, который к Европе значительно ближе и где уже значительно лучше логистической ситуации. Вот. Поэтому я еще раз хочу закруглиться, да, и подвести итоги. Нам очень нужна модернизация. И нам очень нужны те вещи, которые прописаны в соглашении об ассоциации. Однако, к подписанию этого соглашения мы не готовы. И, скорее всего, не будем, ну, если мы сохраним все, как есть, то не будем готовы никогда, да. Вот. Если мы радикально поставим перед собой цель вот все эти практики внедрить, ну, лет 10-15 очень упорной работы, да. И, может быть, риски будут сведены к приемлемому вот тут уровню. Вот такое моё вот применение. Юра, только одна маленькая реплика. Юра, среди прочих, я понимаю, да, то есть мы далеко на разных позициях. Ты там российский романтик, я там европейский скидчик. Ради Бога. Юра, ты вот сказал замечательную штуку, для этого нам нужны деньги. Хочешь, я тебе их найду вот примерно вот, не сходя с этого стола. Ты помнишь, да, откуда пошла польская солидарность? В Данской обе. Знаешь, кому он принадлежит? Тарути. А знаешь, почему? Потому что он не хочет оставлять деньги в Украине. И мы уже их нашли. А нет, мы их не нашли, он их нашел. Нет, мы уже нашли сюда. Я очень извиняюсь, это как бы может быть абсолютно некорректное сравнение, но как я для себя сделал вывод, в стиле Ильфа и Петрова ваш рецепт звучит таким образом. Найти клад тут, вернее, у России, а потом двигаться в направлении Рио-де-Жанейро. Только главное, чтобы нас потом еще румынские пограничники... Нет, Анатолий. На самом деле это очень хороший пример, да, действительно, но двигаться вместе с Россией. Совершенно верно. Все нормально. Спасибо. Другой президент России должен быть для этого. Ну, не дверь, Андрей. Андрей Юсов, Юля Сергеевна, и Михаил Шмошков. Доброго дня. Після останньої доповіді залишається сподіватися, що після підписання асоціації залишиться хоча б світло і гаряча вода. Ну, якщо серйозно, занадто багато часу ми, українці, і одесити, в тому числі, витрачаємо на дискусію за асоціацію чи проти асоціації. І в цей час витрачаємо найважливіший дорогоцінний ресурс, власне час як такий, для того, щоб підготувати наше суспільство, себе, головні цільові аудиторії, український бізнес, освітян, власне пересічних громадян до тих умов, в яких ми опинимось після підписання вводи про асоціацію. Ну, напевно, от ця просвітницька кампанія має бути сьогодні задання номер один. І для політичних лід, не дивлячись відповідів, і для експертів. Просвітницька кампанія Європейського Союзу торкається в основному, власне, не естеблішменту, громадського сектору, ЗМІ, публічної влади, але мало стосується бізнесу. І це зрозуміло, тому що, ну, для чого, з власними руками, там, готувати собі однокутню конкуренцію. Натомість, готуватись є для чого, тому що це величезний обсяг інформації, технічний форм абсолютно нової інформації для українського підприємця, зокрема. Але про плюси, і, власне, про Одесу. На щастя, ми знаходимося в ситуації, тут оповідачі абсолютно правильно згадували, ну, у нас є регіони, які змушені будуть кардинально перебудуватись. Я, ну, люблю Європу, але, зуміваюся, люблю Україну разом з тим, але я вічно не вірю, що таврі будуть покупати в Німеччині. Тому в низці регіони України буде дуже проблематично. В Одеській області таких явних проблем немає. Плюс до того, вже сьогодні такі міста, як Львів і Одеса, найбільше готові до, або найменше не готові до підписання вводи про асоціацію «Життя в нових умовах». Силу різних причин. Одеса має високий, традиційно високий рівень культурного обміну, бізнес-обміну. Частина нашої підприємцької активності вже сьогодні зорієнтована на Європейський Союз. І достатньо високий рівень мобільності. Тобто, якщо в цілому по Україні дві третини населення ніколи не виїжджало за межі своєї області, це катастрофічний цикл. Тобто, це важко собі уявити, складається враження, що ми досі в 19 столітті перебуваємо. То, безпосередньо, для Одеської області, на жаль, ця цифра може бути іще більшою, а от вже місто Одеса – це зовсім інші показники. Тобто, це, на щастя, достатньо освічене населення з високою мобільністю, яке першими і краще зможе використати нові можливості, які відкривають підписання угоди про асоціацію. Тут багато говорили про Росію в різному контексті. Очевидно, що підписання угоди про асоціацію, ну, просто на різних рівнях, але спричинить покращення інвестиційних очікувань конкретно для Одеси, зокрема. І якщо Росія і так сьогодні в особі фізичних осіб і підприємств різноманітних ховає в Одесі часто свої гроші, ми бачимо заостання або не таке високе падіння темпів будівництва житла, різного, нерухомості, житлової, комерційної. Це, ну, великою часткою російські гроші. То приток російських коштів збільшиться, тому що вкладати кошти в Україну, в Одесу, зокрема, оскільки це звично, стане не тільки звично, а іще більш безпечно. Саме тому Одеса, південість всіх країни в разі підписання угоди про асоціацію для наших російських партнерів, ну, стане іще більш доступною, безпечною, зрозумілою гаванню і певним місточком до Європи. Для Одеської області, я не кажу зараз про місто, дуже правильно визначено, що це дві великі різниці, альтернативною підписання угоди про асоціацію немає, тому що рівень деградації інфраструктури досяг, ну, якби, таких масштабів, коли жоден бюджет самостійно це не витягне. Я кажу і про бюджет державний, і про бюджет місцевий. Я не знаю, чи він не закрився цей проєкт «Світля останніх подій». Тому тут у мене питання, як він буде продовжувати свою роботу. І, власне, лише на відкриття нових можливостей, пов'язані з більш активною роботою і з прикордонними територіями, і, власне, з тими країнами, про які називались, це Болгарія, це Румунія, в першу чергу. Не слід викреслювати Туреччину, оскільки Туреччина працює також в схожому режимі, угода про асоціацію, вона дещо менша, ніж українська угода про асоціацію, тобто ми будемо знаходитись ближче, ніж Туреччина до Європейського Союзу. Але це також наш новий партнер, до якого ми можемо подивитись по-новому. Власне, певний заклик до і всіх присутніх, і до представників різних політичних сил, поглядів, експертів, давайте спробувати навчити себе і навчити інших жити в нових умовах. Тут все Європа й дишить, вієть. Це слова великого російського власника, який користується незаперечним авторитетом в Одесі. І, власне, цей дороговказ Одеса виконає в разі підписання України угоди про асоціацію. Розмови про те, що треба ще почекати років 15, це розмови нечесні по відношенню до Одеси і України, оскільки сьогодні у нас склалася унікальна можливість і з точки зору готовності Європейського спектуралісту підписати саме такий документ і саме зараз, і з точки зору безвихідності для українських владних ерій. Підписати цей документ саме сьогодні і зараз. Я не хочу припускати і аналізувати, що буде в разі непідписання. Через 15 років, однозначно, що така нагода не повториться, Євросоюз вже дав чітко зрозуміти. Тому ми повинні навчитись жити в умовах асоціації після вільнюського саміту. Для Одеси тут найкраще з-поміж інших українських регіонів відкривається можливість. Дякую, Андрію, Юля і затем Михайл. Дякую. 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 программу это стратегия развития развития территориального сотрудничества стран восточного партнерства которая предусматривает сотрудничество на уровне средних мини и средних проектов на территории границ стран входящих восточное партнерство в отношении украины частности программа распространяется на украинско-белорусскую и на украинско-молдавскую границу так вот одесский регион одесская область от этого действительно существенно может выиграть потому что на следующий программный период заложены средства в размере 4 миллионов евро вот самый простой пример на самом деле средства достаточно немаленькие их можно использовать точно также и был приведен пример с инвестированием средств крупного бизнеса то есть все эти потоки капиталов они на самом деле достижимы и даже в случае не подписания соглашения об ассоциации просто надо уметь пользоваться теми возможностями которые предоставляются программе точно также существует обновленная транспортная стратегия евросоюза ряд принятый ряд экологических энергетических директив так что на самом деле все в наших руках и как мы будем жить после вильнюса ну тут я бы не была такой оптимисткой но побачим насправде что в воду может быть в воду не будем думать что светлая и горячая вода все ж таки залишится но справа в том что просто иншого шанс будет не ранее чем в 2015 году и не ранее чем ежедневных углов спасибо юлия на я думаю что на самом деле секрет почему мы не участвовали в формировании донайской стратегии он очень прост потому что сверху никто не дал по голове из киева ну и коррупционного интереса у чиновников тут тоже не было ну потому что как же на этом заработаешь это же нет такого финансирования ну вообще нет ну вот так зачем тратить на это время кстати на вот эту стратегию которая в рамках восточного партнерства в целом на всю эту программу выделяется на новый программный билет больше ну и порядка 12 половиной но средства на самом деле существенные но опять же на них ничего не заработаешь глобальных масштабах да на уровне государства наверное действительно чиновников это же вообще не деньги для державы у нас такие деньги для державы даже не довозят и все-таки я просто не хочу повторяться очень много прозвучало правильных и хороших слов я просто достаточно было интересное выступление юры причем скажем так с фактами кроме одного и которую он изложил я почти со всеми согласен а вот всеми выводами которые он сделал по этим фактам и категорически не согласен единственное вот чем я не согласен нет сейчас российских денег если мы говорим о капиталах которые там серьезные представляют и которые инвестируются и в одессу и в украину и российские деньги соединенного королевства или американские эти деньги понять достаточно очень сложно поскольку даже те капиталы которые условно российские компании заводят даже в наш регион они как правило имеют прописку соединенного королевства поэтому тут достаточно вопрос спорный да конечно лучше было бы входить в ассоциацию и в процесс слива интеграцию на росте конечно было бы лучше да конечно было бы у нас очень полезен это очевидно до умрут целые это тоже очевидно если мы продолжим работать в том виде как мы работаем на сегодняшний день еще кредиты еще кредиты те кредиты эти кредиты рано или поздно мы что эти отрасли рано или поздно все равно умрут, а страна будет с кредитами, которые придется возвращать. Возвращать их придется ой-ой-ой, как долго. Только одно дополнение. Умрут-то, отрасли умрут, не умрут рабочие места на территории Украины. Никто не будет сюда возить. На какой-то короткий промежуток умрут очень места. Это тот самый тяжелый период, о котором мы говорим. Когда создастся вакуум, который сюда втянет наиболее подвижные и быстрые оперативные деньги. Этот период до пяти лет будет сложным. А взойдут ли деньги голландские или колмыцкие, как-то по барабану. Лишь бы это стой и мойка работала, и машина чинилась и мылась. Хорошо, на этом… Просто Юрий сказал, что он радует, он просто наводил конкретные факты и… Виктор, про вас я не забыл однозначно. Простите? Вопросы? Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Только мы уже по времени так перебираем. Юля, это нас не выгонит, просто никого не останется. Юлия Георгиевна, финансовый консультант. Вопрос какой? К докладчику, конечно. Можно, в принципе, рассматривать проект ассоциации как проект масштабной модернизации страны Украины, как я понимаю. Потому что, вспомним Россию, времен Медведева, он там провозглашал модернизацию. Ну, вспомним, да? Ну, все это тихо умерло, и сейчас она в архаизации. Такую. Конкретно. А вообще говоря, Россоветские страны сейчас, по-моему, стоят в состоянии выживания вообще как института государства. Она не работает нигде. Ни в России, ни в Украине. Права нет. Условий для инвестиций нет. Защиты частной собственности нет. Поэтому Украине тут приходится выбирать, чтобы выстроить какую-то среду обитания для бизнеса и так дальше. Спасибо за вопрос. Наведу пример жизни. Там был один из попередних круглых столов, по-моему, в Полтаве, если я не помню. Это то, что обговорили про возможные негативные наслідки, про то, что там нет средств, что нужно выкладывать и так далее. Вошла одна женщина, выступила под преемность. Дуже эмоционально видно было, что она щиро сидит. Она говорит, что понимаете, люди. Ну, просто про что вы говорите? Какая среда, какая становишься. Ну, просто, это не совсем экономично, как пример жития. Ну, нижче, чем сегодня впасти. Как говорите, среда, средовище, ситуация. Ну, уже не возможно. Уже просто нема куда дальше впадать. А это возможность имплементации. То есть есть какая-то новость, которую можно выкладывать и выкладывать. Поэтому, по большому счету, на самом деле, мы не говорим про какие-то потраты, но если говорить конкретно, что потратить. Ну, я просто хотел еще объяснить, если я говорю, в этом контексте продолжить. То есть Юрий говорил, ну, он много речей говорил, он конкретно делал закид щодо квот и что система квот, зокрема, в агропромисловном секторе, вона не строятиме збільшеннюю экспорта Украины. Ну, дейсно, система квот буде діяти, але слід зазначити, що зараз, конкретно, если говорить про агропромисловий сектор, то там средняя ставка діє на рівні 9,8%. Вона буде знижена по асоциации до 0,4%. І, дейсно, Євросоюзом передбачені певні квоти, там всього є 33 квоти, вони там розписані в різних сферах. І, ну, і дейсно, він первой був у тій частині, що квоти ці, вони є, як правило, звичайно, меншими, ніж традиційний обсяг експорту Украины. Але, ну, що є важливим, наприклад, якщо там квота на обсяг так само зерновий становлена в обсязі 2 млн тонн, а Україна там експортує 6 чи 7 млн тонн, тому, так ми маємо зважати, що все одно згаджена ця експорт на ставку, вона буде нижча, тому що ці самі 2 млн тонн перших, там, корупційно чи некорупційно, це вже таке питання, вони експортують за нульовою ставкою, які все одно нижчі, потім вона пропорційно буде підвищуватися. Все одно, в кімцелому підсумку, вона буде набагато нижча, ніж вона є зараз. Це, звичайно, те, що я казав, 25% – це розрахунковий висновок, ми будували там модель, там, часткової рівноваги, там, Вероніка Мовчан, там, Микола Роженкова і інші там співробітники інституту будували. Це розрахунок. Ну, просто він казав, не вести конкретні приклади, це як відповідь. Дякую. Дякую. Дякую.